Играет Магнитогорский Металлург. Эта фраза, вплоть до обидных поражений дома от казанцев и московских динамовцев, означала прежде только одно для соперников. Внимание, повышенное внимание. Магнитка буквально ворвалась в большой хоккей, произведя переполох среди грандов этой великой игры. И нынешний спад, провал, назовите как хотите обидные поражения на финише, которые не позволили команде претендовать на медали. Нисколько, на мой взгляд, не портит общей картины. Я имею ввиду ту большую работу, которая сделана клубом по закреплению уже завоеванных позиций в российском хоккее. С таким составом, конечно, команда должна поувереннее чувствовать, все-таки опытная. Но то, что я сказал, что они в этом году еще ничего не потеряли, я думаю, конец сезона простает все. Магнитогорский по силам играет в десятки сегментов, почему нет? Вот. Команда очень хорошо комплектованная, финансовое положение стабильная. Сейчас, наверное, это самое основное, что это не наше положение, не положение у финцев, где играют практически все свои. Вы, наверное, заметили в последней фразе Голубовича скрытый упрек в адрес Валерия Постникова, главного тренера Металлурга. Да и на магнитке об этом говорят, что, мол, доморощенных хоккеистов своих зажимает, а приезжие игроки получают полный карн-бланш. Но тренер исходит из возможностей игроков. И не его вина в том, что спортшкола, не в пример Челябинской или Усть-Каменогорской, не выдает пока на гора классных хоккеистов. Но когда-нибудь выдаст? Создана целая сеть спортивных команд, начиная с детских, и юношеских, и фарм-клуб, и потом идет, так сказать, во главе всего этого идет клуб хоккейный. Руководство комбината, администрация города и хоккейного клуба вышли с инициативой очень такую нормальную, хорошую схему создать для того, чтобы в нынешних довольно сложных, в сложных экономических условиях найти средства для того, чтобы построить детский ледовый дворец, который даст нам возможность разгрузить основную ледовую арену, которая сегодня с 6 утра до 12 ночи занята. И причем мальчишки в очень неудобное время вынуждены сюда добираться вместе с родителями. Сложностей много очень. Поэтому мы образовали, вот три организации, образовали детский фонд развития, детского инициатива, то есть фонд развития детского инициатива хоккея. Основной и главной задачей которого является как раз строительство вот этого, на сегодня строительство этого детского ледового дворца. С этой целью мы провели вместе со специалистами тендерные исследования. Привезли, так сказать, конкурентный лист у нас был. У нас были предложения нескольких фирм, шведских, канадских, финских. И мы остановили свой выбор на финской фирме Юит Юхтемя, с которой мы подписали. Могут ли вас, допустим, обвинить в том, что в условиях, когда комбинат трудно работает, что вы распыляете средства на хоккей? Нет, нас обвинить в этом нельзя, потому что средства в данном случае мы аккумулируем не за счет, скажем так, прибыли этих предприятий, которые участвовали в создании фонда. Это благотворительные взносы от различных организаций, как российских, как городских, так и зарубежных фирм. Значит, мы провели достаточно приличную рекламную кампанию. Мы сможем подпитывать нашу команду мастеров своими воспитанными здесь у нас, в детской и юношской спортивной школе мастерами, будущие мастерами. Зачем более за примером далеко ходить не нужно. Я считаю, что в СССР и в России Челябинская школа хоккея, воспитание хоккеистов, она наилучшая. На мой взгляд, наиболее совершенная. И очень мне обидно, что весь российский хоккей изобилует челябинскими игроками, а команда «Трактор» оказалась в очень тяжелом положении. Да, мы, конечно, равнодушно не можем к этому относиться и очень переживаем за состояние хоккея в Челябинске. Безусловно, те традиции, которые есть в Челябинске по воспитанию хоккеистов, мы их берем на вооружение. Те из вас, кто очень удивился, увидев рядом с Ледовым дворцом спорта еще один комплекс, абсолютно правы. Это пока «Мираж», то есть компьютерный планшет. Но через год именно здесь, на этом месте, появятся ледовое поле, игровые залы, восстановительный комплекс. Не верите? А кто верил, что всего за полгода во дворце появится локальный телецентр, который в перспективе будет транслировать все матчи «Металлурга» по одному из коммерческих каналов? Что рядом с табло появятся два гигантских видеоэкрана, где организованы повторы интересных моментов игры для болельщиков, а главное для судей? И что вообще домашние матчи «Металлурга» будут являть собой яркие шоу? В это верил тот, кто знает, на магнитке еще не перевелись люди, умеющие думать на перспективу. И поэтому вернемся к главному вопросу – детскому хоккею. Вот вы говорите, мы своровали ребенка в Челябинске. Да что же мы, вы хотите сказать, что мы своровали ребенка в Лос-Анджелесе или в Сан-Франциско? Ведь сегодня, сегодня у нас уже мальчик один, очень богатого бизнесмена американского, живет в городе Магнитогорске, учится и занимается в школе, в детской школе хоккейной. Значит, сегодня, два месяца назад команда вернулась из Чикаго с турнира, я прошу прощения, из Торонто, с Канады. И сегодня у нас есть просьба прокурора города Торонто о том, чтобы мы приняли на 3-4 года его сына, 12-летнего, для того, чтобы научить его играть в хоккей. Сегодня у нас есть огромнейшее желание сделать центр олимпийского резерва в городе Магнитогорске. То есть при наличии этого дворца, а я уверен уже 100%, что этот дворец мы построим через год. При наличии этого дворца сегодня мы занимаемся, думаем уже о каком-то интернате. Сегодня мы хотим собирать детей не потому, что забирать их сюда, так сказать, для какой-то нашей 7-минутной выгоды. Сегодня мы хотим, чтобы дети Чебаркуля, Миаса, Златоуста, там, где, может быть, не всегда есть возможность раскрыться ему в высокого мастера. Чтобы они имели возможность раскрыться и вырасти в высокого мастера на хорошей базе. Джерри, какая команда тебе больше всего нравится в канадском хоккее, в НХЛ? Металлург. Металлург? Да. А в Канаде? Я не знаю. Ну а сейчас на ваших экранах торжественный момент. Который наверняка войдет в историю магнитогорского хоккея. На этих кадрах, снятых в июне, оператором телевидения ММК, защитник магнитогорского металлурга Юрий Исаев. Именно ему в период предсезонной подготовки разрешено главным тренером в присутствии президента и директора клуба частично нарушить режим. Впрочем, как видите, отважный хоккеист расправился с шампанским безжалостно. Ну что ж, большому кораблю большое плавание. Вот таким он будет. Показываем еще раз этот корабль через год. Еще предстоит очень много сделать для того, чтобы здесь был лед, для того, чтобы здесь были дети, для того, чтобы они занимались и повышали свое мастерство. Профессиональный строитель Виктор Аникушин традиционно осторожничает. И это, наверное, правильно. Но, как сказал на мини-митинге первый заместитель генерального директора АО ММК, президент хоккейного клуба «Металлург» Виктор Рашников, половина суммы, оговоренной в контракте с финнами, уже им проплачена. А самые внимательные из вас, кто помнит начало программы «Юг», зафиксировали в речи генерального директора комбината Анатолия Старикова цифру 6 миллиардов рублей. Именно столько выделила магнитогорцам областная администрация на строительство детского хоккейного центра. И это ли неверная гарантия того, что весной будущего года здесь, на берегу Урала, мы вас пригласим на торжества по случаю открытия дворца?